всех приветствую швейная машина кайзер меня она уже давно на на пару лет а может меньше не помню купил ее на барахолке она была в таком виде ну еле крутилась я сделал она у меня стоит вот сейчас буду ее использовать практически это машина но они старая машина не как правило двух видов либо это прототип зингера 12 это вообще старая этого 19 века там челнок лодочка так ходит не по дуге как здесь а увидели это зингер 12 либо 27 127 которая более распространенная они есть с таким регулятором с крутилкой есть с ползунковым а здесь уже вершина эволюции здесь есть закрепка чем эта машина и примечательно здесь уже все есть такую взять даже подолку тут и освобождение нитки есть и есть автоматическая моталка то есть тут вот все предусмотрено вот это под ниточку ниточку вот так пропускается сюда и при заполнении шпульки вот этот рычажок шпулька вот так ставится так при заполнении шпуле ниткой по мере вот все отключается и этой машине и ну более ста лет это точно я не знаю точную дату ну лет 120 машине может 115 так где-то она кажется такой огромной это за счет поддонов поддон тут вообще это отдельный разговор про него он я не знаю но из каких-то хороших пород но явно не из сосны он сделан это раз второе здесь вот конечно уже время подубило тут вот линейка это не нарисовано тут тоже какие-то породы дерево подбирают произведение искусства эта машина ставилась на станок на станину вытаскивалась могла использоваться как в ручном варианте так и вот под ремень видите два отверстия ручной привод откручивался и она работала в ножном режиме кабинетная она называется вроде так вот я коротенько пробежался но так она 27 класс все они стандартно но зингер они как бы ширпотреб немецкие машины это немецкая сказал что это кайзер немецкие машины сделаны ну не то что более качественнее чем зингер а как-то ну как допустим автомобили вот тойота на потоке идет и какая-нибудь премиум класса так вот это премиум тойота тоже бренд вот и зингер был бренд но немецкие они мне более глянусь хотя и зингер отличной машины мое мнение такое мне надо что сделать вот это у меня на топор чтобы лезвие не было закрыто надо просто-напросто сшить вот эти две половинки оторвалась чуть-чуть и отрежу и прошью на этой машине так как тут есть режим реверса мне как раз и нужен моя задача много много раз застрочить вперед назад вот этот стык так для этой машины такая операция это семечки теперь так реверс не отключил тут толстоватая кожа но ничего проходит подпрыгивает вот примерно так берет кожи кожа толстенная миллиметров 5 точно иголка стоит по национальности от какой-то промки шмец другую я просто не имею право сюда поставить только немецка вы видите как справляется легко с этой кожи вот наверное уже и все так так прошли ставим реверс но как без реверса без реверса никуда сейчас еще левый край за строчу и покажу что получилось перейдем на этот край еще думаю достаточно уже никуда не денется еще края за строчу сейчас точно хватит ну вот так все железно держится топорно конечно но зато очень надежно ну вот теперь мой рыбацкий топор будет в ножнах находиться тоже сам сделал тут резина у меня внутри два кусочка резины и и вот такие застежки вот одна из них порвалась вот так все топор готов к следующим рыбалкам ну рыбалки сейчас на паузу поставлены потому как у нас вторая волна паводка идет такая солидная волна уже я думаю подтопит у нас кое-как кое-что что давно не топила ладно больше воды больше рыбы ну я тут отвлекся немного потому как швейная машина это же шитье не только толстой толстую ткань она прошьет любая можно сказать машина ну не любая но прошьет а вот такую ткань она пошьет или нет давайте проверим это резиновая ткань трикотажная сейчас мы ничего не меняя попробуем прошить тоже сотая иголка тоже нитка какая-то там не знаю ну поехали так будет более наглядно ну и конечно же никаких намеков на пропуски отличная строчка а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...